Всем привет, с вами Евгений. На просторах интернета довольно много видео по типу 100 самых употребимых немецких слов, чтобы заговорить на языке или что-то в этом роде. И вот слова, которые мы оттуда узнаем. Забавно, что в этом видео, где обозначено 100 слов, на самом деле, если их посчитать, слов 94. Ну да ладно, с другой стороны, 94 или 100 это не так важно, но действительно ли вот эти слова, которые мы здесь видим, самые употребимые, действительно ли их, как заявляет это видео, может хватить для жизни в Германии? Давайте не будем голословными и прям проанализируем этот список слов. Большинство слов, которые нам здесь дается, это существительные. Более того, как видите, они даются без артикля, что очень сомнительно, потому что артикль играет в немецком языке действительно важную роль. Затем 15% это прилагательное, но здесь плюс-минус, не совсем точно. Очень маленький процент глаголов, хотя глагол это на самом деле базовый элемент речи. Также здесь присутствуют местоимения на речи, но в этом списке их ну прям совсем мало. Здесь очень много слов, которые, знаете, встречаются на начальных уроках любого учебника. Фразы для знакомства. Hello, bitte, danke, entschuldigung и так далее. Чуть-чуть про эмоции, про характеристики, что-то хорошее, что-то плохое, красивое, скучное, большое и так далее. Много очень существительных, как мы уже сказали, по поводу еды, напитков, транспорта, время и дней недели. Это, кстати, действительно полезно. Природы, погоды, жилья, работы, культуры. Подборка самых-самых базовых слов и может показаться, что, ну да, почему бы нет, действительно можно сказать, что это 100, ну, действительно очень таких употребимых, может быть, самых употребимых слов в немецком языке. Но, во-первых, очень большой перекос на существительные. Они даются без артикля. И как их вообще употреблять, особенно непонятно. И учитывая то, что невозможно ни одного нормального предложения построить без глагола, здесь очень-очень мало глаголов. И поэтому этого списка не хватит ни для чего совершенно. Ну, допустим, мы такие молодцы и конструктивно покритиковали это видео. А что я мог бы приложить вам взамен? Следующий список, на который мы с вами посмотрим, это 100 действительно самых употребимых слов на немецком языке, согласно вот этому вот словарю. И, между прочим, все, что я сейчас вывожу на экране, в том числе и название, например, вот этого словаря и все эти списки слов, это все будет по ссылке в описании на моем сайте. Почитаем немножко этот список. Der, der, die, das – артикль, und, союз, и, sein – глагол быть, in – неопределенный артикль ein, zu – и как предлог, и как наречие слишком, haben – как глагол иметь, и как вспомогательный глагол для образования перфекта, ich – личное местоимение я, werden – глагол, как смысловой глагол становиться, так и вспомогательный глагол для будущего времени и страдательного залога, различные местоимения – sie, как она, sie, как они, sie, как вежливая форма, вы, von – предлог, nicht – наречие, точнее, ну, отрицание – не, по сути. Mit – предлог, es – местоимение sich, возвратное местоимение, auch – auf – für – an – er – so – das – глагол появился, können, отлично. У нас до этого тоже были глаголы werden, помните, haben – sein, сейчас еще один появился глагол können в этом списке, dies – als – ihr, еще одно местоимение, я, wie, bei, и заметьте, я, да, здесь и когда, и как то, что просто в качестве такого междометия используется в разговорной речи, bei oder wir, aber, да, давайте, где у нас еще глагол, sein, а, sein в данном случае не глагол, а sein, как его, да, притяжательное местоимение, noch, nach, was, also, aus, wenn, союзы пошли, müssen, глагол еще, sagen глагол, глагол говорить у нас на 46 месте, machen на 49 месте, кстати, забавно, очень удивительно для меня, что глагол sagen, этот список был сделан на огромной выборке текстов, поэтому ему можно доверять, и удивительно, что глагол sagen в немецком языке более употребим, чем глагол machen. Дальше что у нас идет? По-моему, первое существительное, которое мы встретили, это слово das ja. Удивительно, что, наверное, из всех, да, существительных, вот именно существительных в немецком языке самым употребимым является слово das ja, gott. Du mein schon geben, глагол давать у нас здесь появился, kommen, глагол приходить, sollen, видите, на самом деле модальный глагол, здесь мы уже почти все модальные глаголы с вами увидели, может быть, даже вообще все, потому что они действительно люто часто употребляются в немецком языке, и их прям нужно учить с самого начала. Глагол gehen, идти, у нас тут тоже появился. Кстати, второе существительное по частотности после слова das ja, это слово das mal, которое может переведиться как раз, ну и в качестве, видите, здесь не только в качестве существительного, в качестве частицы, в разных очень контекстах mal может употребляться, поэтому неудивительно, что оно здесь тоже высоко, глагол vis у нас здесь тоже есть. И что, какие еще существительные, кстати, did side время, и что у нас еще тут было, а, das by spiel, пример, тоже очень употребимые существительные, видите, у нас здесь совершенно, абсолютно радикально другой список, но этот список, это список действительно самых частотных слов на огромном корпусе немецких текстов. Если мы его проанализируем, здесь будет абсолютный минимум существительных, относительно много, на самом деле не супер много, но все-таки достаточное количество глаголов, и огромное количество всего вспомогательного, ну, не совсем вспомогательного, но местоимения, более-менее полноценные части речи. Но вот предлоги, союзы, частицы особенно, наречия еще могут самостоятельно употребляться на частицы, и прочие, что типа там артикли, числительные и так далее, так далее, то есть, в общем, огромное количество всяких разных служебных штучек, которые очень действительно употребимы в языке, которые нужно и употреблять, и знать. Но в чем самая большая проблема заучивания, вот, например, вот этих слов? Они очень многозначны, в разных контекстах употребляются, и они являются структурными элементами, и, соответственно, всегда владение вот этими словами, да в том числе и глаголами, на самом деле, очень сильно завязано на знании грамматики. Поэтому, если наш первый список мы можем выучить, и будет такой вау-эффект, что типа, ого, я уже знаю, как сказать привет, и пожалуйста, и извините, и существительное такое, и существительное сякое, то здесь мы, ну, просто не сможем добиться такого же результата, потому что, если вы знаете, что цу может переводиться теоретически к, или на, или, может быть, еще как-то, это на самом деле без контекста вам ровным счетом ничего не даст. И раз слова вот этого второго списка подразумевают знание контекста, знание определенных грамматических тем, я решил тоже сделать такой небольшой списочек. Какие грамматические темы здесь можно иметь в виду для того, чтобы, усвоив их, можно было все-таки пользоваться теми словами, которые я вам сейчас привел. И необходимая грамматика для этого, конечно, получается очень и очень обширная. Что у нас там было? У нас там были артикли. Соответственно, нужно уметь их менять. То есть, по сути, нужно проработать, нужно понять всю систему немецкого склонения, которая на самом деле не такая уж и сложная. У нее есть очень много общих таких знаменателей. Если мы их поймем, то дальнейшее усвоение этой темы будет относительно простым. То есть, здесь нужно как можно больше взаимодействовать именно с языком, чтобы то, что мы поняли в теории, у нас в итоге на практике улеглось. К этому же относятся, конечно же, склонения всяких местоимений, коих куча на самом деле разных есть. Склонения прилагательных тоже, к сожалению, эту тему нельзя обойти стороной, даже на самых начальных этапах, просто потому что это очень употребимая вещь в языке, в самом по себе. Дальше. Конечно же, нам нужно уверенно употреблять глаголы во всех временах, во всех базовых временах. То есть, настоящее, два прошедших, которые тоже там по особым правилам используются. Мы сейчас в это вдаваться не будем. Будущее время нужно знать, как использовать. И, в частности, у нас глагол «вядн», как очень употребительный, фигурировал. Почему? Ну, потому что время от времени образуется и пассивный залог. Его, конечно, нам знать не надо, но, по крайней мере, нужно прекрасно представлять себе все значения глагола «вядн». Недаром у меня на канале целых два видео есть, посвященных непосредственно именно этому глаголу. Дальше. Нам нужно знать, конечно, помимо вспомогательных глаголов для образования времени, куча глаголов, собственно, непосредственно, которые что-то значат. Вот из того списка, который у нас был, у нас здесь были глаголы. «махен», «заген», еще я помню, там был глагол «висен», как минимум. Естественно, нужно владеть модальными глаголами, знать особенности их споряжения и знать, как после них выстраивается порядок слов, как с ними взаимодействует основной глагол. Благо, здесь на самом деле ничего суперсложного. Да и вообще, чтобы конструировать предложение в немецком языке, конечно, нужно знать очень вот эту вот тоже глобальную тему и знать ее хорошо, порядок слов в немецком языке. Ну, про подтяжи мы на самом деле уже поговорили. Нужно знать не только, как артикли изменяются по падежам, но еще и хорошо знать базовые функции этих падежей. На самом деле все эти темы у меня раскрыты на канале. Почти все эти темы можно найти и посмотреть в моем объяснении. Дальше предлоги. Предлоги – это тоже очень употребимые элементы речи, которые всегда после себя требуют существительного. Они его требуют после себя в определенном падеже. Есть предлоги, которые работают только с датевом. Есть только, которые с акузативом, то есть с винительным падежом. А есть предлоги так называемого двойного управления, где в зависимости от ответа на вопрос – куда, значит, акузатив, где, значит, датев. И, в принципе, все это знание тоже предполагается, если мы хотим действительно уверенно оперировать вот этими, вот этой первой сотней самых распространенных, самых употребимых немецких слов. Пункт 8 – это знание союзов сочинительных, подчинительных, там разных наречий, которые тоже связывают разные элементы предложения. Это все в копилку вот этой вот гигантской темы порядок слов. То есть порядок слов нужно в себе представлять великолепно. Потом нужно знать, конечно, кучу базовых наречий всяких разных и лексические группы. Но здесь у нас существительных было прям действительно очень-очень мало, буквально там парочка. Кстати, забавно, что одним из вот этих сотней употребимых слов было немецкое такое, знаете, как слово-паразит «Eigentliche», которое переводится на самом деле, на которое в разговорной речи нон-стоп немцы вставляют вообще просто куда им хочется. Хотя, конечно, «Eigentliche» на самом деле может использоваться и не в разговорном чисто контексте, а в самом, что именно есть в своем смысловом значении. Я надеюсь, вы вот прям прочувствовали, прям по-настоящему серьезно, глубоко, мощно прочувствовали, насколько самые употребимые слова в языке укоренены в грамматике этого языка. И все это нам нужно как-то не только теоретически понять, потому что теоретическое понимание, навык разговорный никак не двигает вперед. Нам нужно именно усвоить все эти слова, все грамматические понятия, на которые эти слова нанизываются, для того, чтобы уметь их и распознавать в речи, и потом самостоятельно воспроизводить. И если вот это наша цель, то поможет ли нам изучение слов списками, так как это у нас приводилось вот в первом популярном видео, про которое я говорил. Помните, где у нас были, по сути, сплошные существительные? Оно вполне может поднять ваше чувство самооценки и дать некий, ну, все-таки эфемерный, довольно мнимый прогресс в языке, потому что вы можете себе сказать, «Ну вот, я знаю сто слов». Замечательно. И даже могу их более-менее использовать. Могу сказать «дом», «стул», «стена». Прекрасно. Это тоже, в общем-то, аналоги предложений. Но никакой по-настоящему осмысленной коммуникации, никакого диалога толкового у вас из этих слов все-таки не получится. Поэтому изучение подобных списков слов относительно бессмысленное занятие. И вы меня на этом этапе можете спросить, «Ну, Евгений, ну что ты предлагаешь? Что же лучше нам все-таки делать?» И я для вас ради интереса пошел на еще один эксперимент. Я попытался из этой сотни самых употребимых слов составить более-менее осмысленный диалог. Конечно же, в этом диалоге присутствуют и другие слова, которые в те сто самых употребимых не входят. Но вы понимаете, что из тех слов, которые у нас там в списке были, невозможно все-таки составить что-то осмысленное. Поэтому еще одна очень важная истина, которая нам здесь открывается. Сто слов для коммуникации абсолютно недостаточно. Это настолько мало, что вот это количество слов, даже если они самые употребимые, никогда не сможет закрыть нашу языковую потребность. Поэтому, конечно, здесь используются в диалоге и другие слова, помимо тех, которые мы имели в списке. Но для удобства все те слова, которые у нас взяты из списка, я пометил жирным, а те слова, которые пришлось добавить дополнительно, я пометил, в общем, они никак не помечены просто. Чтобы вы ощутили, какой примерно получился диалог, Давайте я чуть-чуть этих предложений вам зачитаю и переведу. Анна говорит. Ich möchte dir etwas wichtiges sagen. Я хочу сказать тебе что-то важное. Kannst du kurz zu mir kommen? Ты можешь ненадолго ко мне подойти? Макс ей отвечает. Ja, ich komme jetzt gleich. Да, я сейчас скоро буду. Was ist denn los? Что же случилось? Смотрите, что у нас здесь есть с точки зрения грамматики? Ich möchte sagen. Мне хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать кому? Dio. Личное местоимение в дательном падеже. Модальный глагол с зависимым словом. Здесь нам очень важен порядок слов. Дальше вопрос. Kannst du kurz zu mir kommen? Не можешь ли ты ко мне ненадолго подойти? Kannst kommen? Не можешь ли подойти? Опять модальный глагол с зависимым. Потом обратный порядок слов, потому что это вопрос. Потом предлог zu и личное местоимение я в датеве уже. Тут оно было в номинативе, здесь в датеве. Ich, а здесь mir, zu mir. Дальше Макс отвечает. Ja, ich komme jetzt gleich. Да, я сейчас скоро буду. И здесь опять местоимение ich, jetzt, на речи очень употребимое. Я очень употребимое слово, естественно. Was denn? Тоже суперупотребимое слово, которое может переводиться как же в вопросе, когда мы хотим чуть более эмоционально задать вопрос. Или denn может еще переводиться как так, как может переводиться. То есть может быть союзом. Затем Анна ему отвечает. Es geht um meine neue Arbeit. И здесь смотрите, если дословно мы будем переводить. Это идет о моей новой работе. Но мы же так по-русски ни за что не скажем. По-русски это мы переведем как «речь идет о моей новой работе». И видите, глагол gain, суперупотребимый глагол, который был в нашем списке, оказывается, может употребляться не только как «идти», но еще и когда у нас речь о чем-то идет. То есть когда что-то является нашей темой, о которой мы сейчас будем говорить. И теперь понятно, почему глагол gain является у нас частью вот этого списка 100 самых употребимых слов, потому что он очень и очень многозначный. Дальше читаем. Речь пойдет о моей новой работе. Здесь, кстати, у нас глагол haben тоже, естественно, который у нас здесь как вспомогательный, потому что у нас впервые появился перфект, прошедшее время, которую, значит, речь идет о моей новой работе, которую я два дня назад начала. Кстати, да, вот этот вот предлог for очень часто используется именно как временной предлог «сколько-то времени назад». В данном случае for zwei Tage, два дня назад. И смотрите, у нас die, мы обычно его знаем как артикль, но он очень часто используется и для того, чтобы ввести зависимое предаточное. Это так называемое относительное местоимение, которое мы на русский язык переводим словом «который». Речь идет о моей новой работе, которую я два дня назад начала. Дальше, кстати, опять. Der Chef, mit dem ich zusammen arbeite, Chef, с которым я работаю вместе, hat mir ein interessantes Projekt angeboten. Предложил мне интересный проект. В общем, вы понимаете, какого уровня у нас здесь получился диалог. Он, с одной стороны, на самом деле совсем несложный. Видите, у нас очень маленькие, короткие фразочки. Но, тем не менее, они просто насыщены грамматикой, очень разнообразной и для начального уровня, конечно же, очень сложной. Но именно такого рода тексты и нужно нам и понимать, и уметь воспроизводить для того, чтобы иметь действительно вот такой уровень, про который мы однозначно скажем, что его хватит для жизни в Германии. И я заявляю, что такого уровня легче всего и эффективнее всего достичь не путем заучивания самых частотных слов. И уж тем более не по рассмотрам видео, которые просто учат вас набором каких-то существительных, пусть даже и очень полезных, пусть даже и связанных некой единой тематикой. А самое полезное, что вы можете сделать для себя, для изучения языка, это находить подобные диалоги, которые насыщены действительно частотными словами, и в эти диалоги вгрызаться. То есть очень внимательно их читать, слушать, находить, может быть, не только диалоги, да, какие-нибудь подкасты, слушать их, аудиокниги, адаптированные для начальных уровней. И где-то просто их слушать, 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 чтобы накопить некую критическую массу вот этого материала, вот этих слов, которые вы услышите в контексте. И поймете, что они значат. И с другой стороны, невероятно полезным является погружение в такие диалоги, когда вы начинаете прям заучивать их наизусть. А как это именно делать? Алгоритм, лучший алгоритм того, как эффективно учить наизусть именно прозу, вы можете посмотреть вот в этом видео на моем канале, которое называется «Как запомнить текст за секунду». И где же еще найти вот таких вот подобных диалогов? Да и с разбором, чтобы вам здесь все разобрали, чтобы вам все было понятно идеально, чтобы действительно носитель языка их начитывал, чтобы вы сразу усваивали не только правильную и нужную, и часто употребимую лексику, грамматику, но еще и произношение, чтобы у вас было хорошее. Именно такими материалами является мой курс подготовки к экзамену Goethe-B1. Goethe-B1 – Sprechen und Schreiben. Мои мини-презентации, вот пример одной из них, очень хорошо подходят не только для того, чтобы подготовиться к экзамену, потому что здесь есть нужная для экзамена структура, но и для того, чтобы плавно и эффективно выучить самый нужный пласт немецкой лексики и грамматики, потому что темы, вот он, список тем презентаций мини, он как раз охватывает кучу базовых жизненных сценариев про учебу, про работу, про изучение английского, про сон, про женитьбу, про то, кто должен вести домашнее хозяйство, про покупки, покупка продуктов, про спорт, здоровье и так далее. В общем, куча самых базовых тем. Но иногда нам нужны именно не темы, а диалоги. Вот именно с такими фразами, как у нас получились вот в этом диалоге, которые, я повторяю, вы найдете на моем сайте, ссылка в описании. Was ist denn los? Das klingt sehr gut. Отличная фраза. Да, звучит великолепно. Ja, ich denke schon. Да, действительно, я тоже так думаю. Das ist ja fantastisch. Великолепно. Ну и так далее. В общем, куча вот таких вот базовых классных фраз. Эти диалоги, конечно же, тоже есть в моем курсе. Именно такие. Разработанные мной с учетом самых частотных слов, самой частотной и полезной грамматики. Ну и еще один мой совет, если вы именно бесплатные материалы хотите использовать для своего погружения в язык, в настоящий классный разговорный немецкий язык, посмотрите еще вот это видео «Лучшие немецкие подкасты. Большой обзор», где я привожу огромное количество ссылок на реально классные немецкие подкасты на ютубе или на других площадках, которые доступны абсолютно бесплатно, очень часто с транскриптом. В общем, там тоже тонна полезного материала. И какой главный вывод из сегодняшнего видео? Что я хочу до вас донести? Пожалуйста, никогда не учите слова просто так, просто списками в отрыве от реального живого языка. Слова списками, конечно же, тоже можно учить, но только при каком условии? Если вы учите их спискам и все время погружаетесь параллельно в реальную немецкую речь, будь то в подкасты или в тексты какие-то, в аудиокниги, неважно куда, и пытаетесь там в контексте уже анализировать, выявлять и анализировать те слова, которые вы, допустим, учите списком. А еще лучше я бы делал вообще немножко в обратную сторону. То есть, наоборот, слушал бы подкасты, читал бы книги, в общем, погружался бы в язык и оттуда уже из того материала, который мы слушаем, читаем или смотрим, вытаскивал бы самую часто встречающуюся лексику и дополнительно бы тратил время на то, чтобы ее отполировать, действительно хорошо выучить, чтобы и распознавать без труда и выводить в итоге в свою речь. Поэтому не будьте падким на подобные заголовки, на подобные видео, которые вас толком ничему не учат, и, пожалуйста, учите язык эффективно. Для меня это будет самая большая радость, если вы в комментариях к этому или к любому другому видео напишите, как хорошие методики вам помогли эффективно и с успехом. Может быть, не быстро, но успешно освоить иностранный язык. Потому что несколько слов можно запомнить быстро, а по-настоящему овладеть языком быстро не получится. Ну что ж, на этом прощаюсь на сегодня. До скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.